Тепло родного дома в области снизилось количество детей-сирот. Только в этом году создано 60 новых приемных семей. Лучших из них чествовали в школе-интернате номер 5. Подробнее в сюжете Анастасии Куклевой. В школе-интернате номер 5 в преддверии Нового года подвели итоги областного конкурса стихов, сочинений и рисунков. Участие в нем приняли более 120 приемных детей. Рисунок родные лица Яны Захаровой тронул всех членов жюри. Школьница заняла первое место. Там нарисована мать и ее дочь. Наверное, кого-то очень задел этот рисунок, ведь семья – это самое важное, что у нас есть. Мать держит свою дочь за плечо. Это, по-моему, очень теплый жест и передает отношения матери и дочери. Количество детей-сирот в области ежегодно снижается. На территории региона на сегодняшний день проживает 267 приемных семей. Им на торжественном мероприятии уделили особое внимание. От Министерства образования области лучшие приемные семьи получили ценные подарки. В последние два года, я могу вам сказать, что очень активно стал развиваться институт приемной семьи. Наверное, это связано с тем, что, может быть, действительно, благодаря средствам массовой информации мы стали больше говорить, мы стали больше доступнее рассказывать об этом. И люди просто потянулись и не боятся. Я думаю, это здорово, потому что детей в учреждениях, в интернатах у нас все меньше, а в приемных семьях все больше. Семья Ковшировых на праздник приехала из Хвалынска. Наталья с мужем воспитывают десятерых приемных и троих родных детей. Женщина признается, что это не предел. И в ближайшее время они с мужем планируют взять из детского дома еще нескольких детей. Честно говоря, мы сейчас не чувствуем себя большой семьей. Да, потому что у нас старше 25, сыну 20, еще дочери 19. То есть они от нас уже как-то отстранились. Другой ребенок поступил в техникум, 17, сын тоже 16 лет, тоже в техникум. И они от нас уехали. И у нас сейчас дома 11 человек с нами. 9 детей и двое нас. Нам кажется, это уже маленькая семья. Ну, мы еще в состоянии помочь еще каким-то ребятишкам. Продолжилось торжественное мероприятие концертной программой. В нем приняли участие и сами виновники торжества приемные семьи. Для зрителей они подготовили различные творческие номера. В конце праздника все дети получили сладкие подарки. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Спасибо.